Я, коневец Владимир Александрович, 6 апреля 1985 года рождения, проживающий в Старопольский край, Кировский район, село Городзаводское. Был призван на срочную службу в республику Дагестан, города Бунаска в 2003 году. После чего был неоднократно судим. Освободился в 2012 году, 13 января. После того работал рабочим грузчиком в 23 году в июне месяце. Позвонил мне родственник, предложил службу в Ахмаде. Так как мне нужны были очень срочно деньги, я решил попробовать. И кум сказал, родственник сказал, что там берут все, и судимости, и судимости, и все. Я позвонил, мне сказали приехать в город Грозный, в мэрию. После чего я 5 июля 2023 года приехал в мэрию города Грозного. Там просидели до 11 часов ночи. После чего приехал автобус, загрузили нас и увезли в палаточный городок города Гудермеса. Это на базе университета спецназа российского. После этого просидели там, пробыли мы там 6 дней. Ходили на полигон. Я стрелял 15 патронов. После чего занимались видеоуроками по медицине и тактике минирования. 12 июля 2023 года нас отправили из города Грозного в город Миллерово на самолете, чтобы прибыть в Украину. Прибыли в город Миллерово. Нас встретили 10 КамАЗов. Погрузили в 10 КамАЗов. Нас 200 человек. И отправились в Луганск. В Луганске мы переночевали. После чего на утро мы получили автоматы по 3 рожка полных. И отправились на 7-й пункт, который я не знаю. Приехали туда, в ангар. В ангаре мы спали на поролоновых подложках и спальниках. Больше ничего не было. Спустя время приехал чеченский командир, позывной Киргиз. Отобрал нас 20 человек. И отвез в Новолуганск. По приезду мы скинули вещь-мешки. Он забрал телефоны, документы. Отношение было скотское, как баранам. Сразу загрузили уазики и отвезли на передок. Ну как, до Бахмута. С Бахмута 4 километра мы шли пешком до позиции. С нами ни одного чеченца не было. Были все русские. Прибыли на позиции 10 человек. Просидели там 15 дней. Первые 10 дней получали паек. Два сухпайка на сутки. На всех. И три бутылки воды. Потом, после 10 дней, продукция вообще перестала поступать. И мы как... Два человека у нас за двухсотами умерло. Остальные все пошли то ли за водой. В итоге никто не вернулся. Нас осталось двое. Когда пришли военнослужащие ВСУ, нас оставалось двое. И умирать за деньги я не собирался. Так что, ну, взяли в плен. Продолжение следует... Продолжение следует...